Здравствуйте! Здравствуйте! Новости на Абаза ТВ. И сегодня в выпуске. Вернулся из небытия. Российские поисковики установили место гибели красноармейца из Сукума. Эту вещь ждали на родине долгих 74 года. Два мемориала в один день. В Дранзе и на берегах Гумисты появились памятники героям Великой Отечественной. Меморандум подписан. Абхазия и Удмуртия налаживают экономические, торговые и научные связи. Список пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны сократился еще на одну фамилию. В преддверии празднования Дня Великой Победы родные красноармейца из Сукума Ливона Семерджана узнали, что он погиб и похоронен в Смоленской области. По содержимому солдатского медальона поисковики московского погранотряда установили его личность и предали останки земли еще в 2013 году. И лишь сегодня запоздало известие с фронта получила родственница Ливона Семерджана, его племянница, которая знает о дяде лишь по рассказам бабушки. Марьяна Котова расскажет все подробности. Мало кто знает, что улица Абазинская еще до того, как носила имя Лиселидзе, называлась улицей 1 августа. Номерация домов теперь тоже не соответствует той, что была 70 лет назад. 46-й дом был 32-м. Именно отсюда на фронт ушел молодой Ливон Семерджан. Обрывки письма, которые он так и не успел отправить домой, нашли вместе с солдатским медальоном возле останков красноармейца. Поисковики Московского военно-патриотического фонда застава святого Ильи Муромца обнаружили останки красноармейца в Ельне, в небольшом городке Смоленской области. Удача улыбнулась. Мы нашли. Самое заветное, что нам надо в нашей работе, это смертная медальоночка. Именно в этом месте в 1941 году проходили ожесточенные бои. Судя по документам Министерства обороны, наш земляк выбыл из состава Красной Армии в сентябре 1941 года. Практически сразу, как был призван. Как раз в это время шло Смоленское сражение. Комплекс оборонительных и наступательных действий против немецкой группы армий «Центр». Ровно месяц продолжалась эта неудачная для советских войск операция. Армия потеряла 760 тысяч человек. Каждый год на такие истории Второй мировой войны ведут раскопки на местах сражений и не перестают находить тела пропавших без вести солдат. Личности немногих удается восстановить. Это красноармейцы из самых разных уголков Советского Союза. Всю информацию члены Патриотического фонда передали в Министерство обороны России, которая в дальнейшем сделала запрос в Государственный военный архив Абхазии. Именно оттуда пришло известие о бойце Ливоне Семерджане в нашу редакцию. И уже из телевизионных новостей племянница Ливона Семерджана Марина Кремлян узнала, как и где погиб ее родной дядя. Было совершенно случайно информация по каналу Абаза в новостях. Я, конечно, сначала даже не поняла. Но настолько неожиданно все это было, потому что, знаете, как говорится, когда мы очень много смотрим и видим по телевидению программы обо всем об этом, и это очень трогает. Но когда вдруг ты слышишь свою фамилию там или фамилию своей мамы, и ты вдруг начинаешь понимать, что все, вот этого стекла и вот этого барьера нет. Это ты, это твое, это все объединяется, и ты начинаешь понимать, что это реальная жизнь, и это реально произошло. 74 года Ливон Семерджан считался без вести пропавшим. Родственников, которые помнят его живым, уже не осталось. Мать умерла в 77 году. Как рассказывает Марина Кремлян, бабушка все 36 лет ждала, что сын вернется. Мать моего дяди, моя бабушка, она до последнего дня ждала своего ушедшего на войну сына. Когда я была маленькая, я не понимала, почему она всегда плачет 9, 10, 8 мая. До меня, пока я была маленькая. Но я видела плачет моя бабушка, я садилась и плакала с ней вместе. Захоронили останки Ливона Семерджана в братской могиле под Смоленском. Рядом с такими же невернувшимися с полей солдатами, которые сложили свои головы в борьбе с фашизмом. Госархив передал Марине Кремлян свидетельство о смерти дяди. А позже семейный архив пополнит и найденный медальон. Ливон Григорьевич достойно сражался за свободу и независимость в великой родине, в великой нашей стране. Мы дети этой большой страны. И он похоронен, нашел место. Уже мы знаем, и вы знаете, где это место, куда можно сходить, поклониться, посидеть, вспомнить его. И, пожалуйста, берегите память. Спасибо большое. А фотография Ливона Семерджана пополнит экспозицию Абхазского государственного музея. Еще одно восстановленное имя и история жизни, что оборвалась. Но не зря, ведь за спиной погибало отечество. Когда разговор идет о погибших 25-30 миллионах, нет. Пропало не 25-30, пропало 50-60, потому что каждый из них мог иметь одного-двух детей еще. Сыновей, которые тоже бы имели своих детей. Из Абхазии на фронты Великой Отечественной ушло 55 387 человек. Погибли или пропали без вести 17 436 красноармейцев. Информацию о них собирают до сих пор. 7 мая 1945 года шел 1416 день Великой Отечественной войны. В 2 часа 41 минуту в Реймсе в ставке Верховного Главнокомандующего союзными войсками генерала Изенхаура состоялось подписание протокола о капитуляции Германии. Немецкое Верховное командование обязалось прекратить активные боевые действия в полночь 8 мая. Немецкие войска и флот должны были оставаться на позициях, занимаемых к этому моменту. Никогда немцам не вычеркнуть из истории этих надписей, начертанных рукой русского солдата на цитадели германского империализма. предместье Берлина Карлсхорса. Это скромное здание с сегодняшнего дня является историческим. Здесь, в этом зале, будет происходить подписание акта о безоговорочной капитуляции. В назначенный час в зале появляются представители советского и союзного командования. Подписание будет происходить в присутствии многочисленных представителей командования фронта и гостей союзных держав. Даже в эту критическую для них минуту они пытаются сохранить свою обычную прусскую спесь. На вопрос маршала Жукова «Известны ли представителям германского командования условия капитуляции?» Кайтель подтверждает, что условия капитуляции им известны. Маршал Жуков предлагает здесь подписывать акт о безоговорочной капитуляции. От главного командования вооруженными силами Германии капитуляции подписывает генерал-фельдмаршал Кайтель. Акт о капитуляции скрепляется подписями представителей советского и союзного главнокомандования. Первая подпись маршала Жукова. Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписанный в городе Берлине 8 мая 1945 года. Ветеранов Великой Отечественной чествовали в столичной мэрии. 12 фронтовиков, которые смогли прийти в администрацию, получили подарки из рук главы города Атгура Харазия. Помогла в этом администрации города компания «Роснефть Абхазия», преподнеся ветеранам конверты с материальным вознаграждением, а также цветы и другие подарки. Остальные фронтовики получат свои подарки уже дома. Поздравили победителей и представителей Минобороны, ветераны уже другой Отечественной войны, народа Абхазии. В своем поздравительном слове Атгур Харазия подчеркнул, что пример мужества ветеранов с достоинством, прошедших как военные, так и годы мира, крайне важен для живущих и будущих поколений. Вы, наши отцы, позволили нам жить в мире, показали пример того, как надо жить, как надо отстаивать интересы страны, как вести себя в повседневной жизни. Мы и сегодня у вас учимся, вы являетесь для нас примером во всем. И мы хотим чем-то украсить вашу жизнь. Если даже не можем какие-то дома вам построить, хотя бы встать рядом с вами, пообщаться каким-то сладким словом, но везде, где мы можем, мы хотели бы быть рядом с вами. И сегодня хотим вручить вам маленькие подарки, которые мы на сегодня можем, но на этом мы не остановимся, конечно. Наша телекомпания совместно с фондом «Гражданское действие» продолжает цикл репортажей о фронтовиках в честь 70-летия победы в Великой Отечественной. Ксения Тимченко 3,5 года отслужила в батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи. Этот батальон был сформирован в Сухуме в 1942 году. Ксении Тимофеевне было тогда 18 лет. А День Победы она встретила в Латвии. Столько лет прошло, всего и не вспомнишь, признается ветеран. Вот только День долгожданной победы она помнит в деталях. Ну, знаете, жили в землянке. И такое окошко нам сделали в землянке, ну, чтобы в нем видно было. Ну, сидим там, разговариваем. И что вы думаете, откуда взялся этот петух, как людят в это окно, и разбил. И потом нам тут сообщают с батальона, война закончилась. Ой, такие все рады были. Нам предупредили, после войны вам трудно будет. Если вы, кто-то знает, что не встроится, вы, говорит, можете остаться сверхсрочным. Ну, тут хочется же домой. Хочется знать, что девчонки носят, какую одежду. Репортаж о ветеране Великой Отечественной войны. Ксении Тимченко смотрите после выпуска новостей. Сразу два памятника в один день были торжественно открыты в республике. К 70-летию победы в Великой Отечественной в поселке Дранда реконструировали мемориал воинам, защищавшим горные перевалы Абхазии от фашистов. А на берегу Гумисты теперь есть памятник герою Советского Союза Арутюну Чакрян, который сам уничтожил 12 солдат немецкой армии. Амелия Сатурян продолжит тему. Мертвые ничего не говорят и не помнят. Это мы, живые, обязаны чтить их память и передавать историю великих самоотверженных подвигов из поколения в поколение, чтобы наши дети знали о том, что представляет из себя настоящий героизм, и ценили победу, свободу и мир. Мемориал людям, которые смогли защитить Абхазию от набега фашистской саранчи лишь ценой собственной жизни, был торжественно открыт в поселке Дранда. Возложить к нему цветы пришли ветераны, местные школьники, посол России в Абхазии и представители руководства района. Я горд, что мне вместе с моими друзьями посчастливилось находиться на мероприятии, посвященном воинам, защитившим свое отечество, полностью искоренивших фашизм в Европе. Сегодня факты истории, связанные со Второй мировой войной, кощунственно искажаются. Некоторые страны, не стесняясь, приписывают победу над Гитлером исключительно представителям своей нации. Однако народ, победивший своей физической силой и крепким духом фашизм, смог это сделать лишь благодаря тому, что был невероятно сплоченным, и ему не были присущи деления на отдельные национальности. Я узнал такую информацию, что во всех американских учебниках, школьных учебниках имеется в виду, описывается история войны, где говорится, что американцы уничтожили фашизм во всем мире. Цинизм наивысшей степени, я считаю. Мой дедушка инвалид второй группы, его брат пропал без вести. Все они были советскими воинами. И сегодня говорить о том, что кто-то, какая-то нация одна спасла мир, просто кощунственно. Абхазия отчетливо демонстрирует свою нетерпимость к искажению фактов мировой истории. Посол России в Абхазии Семен Григорьев напомнил присутствующим о событиях пятилетней давности, когда в селе Пшаб был открыт мемориал памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, а в то же время по другую сторону реки Ингур, в Кутаисе, был взорван аналогичный памятник. Это наглядно показало цивилизационную разницу двух миров. Одного мира, который представляем мы, Россия, Абхазия, и другого мира, который пытается исказить и фальсифицировать историю, для того, чтобы изменить нынешний мировой порядок. Жители Дранды обратились к депутату, представляющему интересы Гулрыбского района в парламенте республики Сергею Шамба с просьбой отреставрировать памятник воинам, погибшим в боях и захороненным в их районе. Он, в свою очередь, обратился в российское посольство, для того, чтобы оно оказало содействие в восстановлении мемориала в поселке Дранда. Спустя некоторое время это случилось. Здесь захоронены 11 бойцов. По словам местных жителей, через много лет после войны их останки были обнаружены пастухом высоко в горах. Многих узнали родители по жетонам и увезли домой. Эти 11 человек остались навсегда покоиться на Абхазской земле, которую так отчаянно защищали. Я хочу поблагодарить всех, кто организовал школьников, молодежь, потому что те, кто не помнит свою историю, они не имеют будущего. И мы надеемся, что молодое поколение никогда не забудет подвига своих дедов и прадедов, своих отцов, которые в 92-93 году сражались за Родину. Еще один мемориал советского воина также был торжественно открыт на берегу реки Гумиста. Арутюн Чакрян летом 1942 года в героические дни обороны Кавказа сам обратился с просьбой послать его на фронт. С первых же оборонительных боев он показал себя хорошим командиром, принимал участие во многих сражениях Великой Отечественной войны. 7 мая 1944 года в битве за город Севастополь, будучи в должности заместителя командира батальона, капитан Чакрян уничтожил 10 немецких солдат и двоих офицеров. Почтить память героя Советского Союза пришли жители Абхазии и представители власти. Финансовая поддержка в возведении мемориала памяти Арутюна Чакрян пришла из президентского фонда. Хочу сказать, что Раул Джундач передавал всем вам горячий привет и поздравление с наступающим праздником великим. В настоящее время по приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, он находится в Москве и будет участвовать в праздничных мероприятиях в столице Российской Федерации. Но он нам обещал, что он обязательно на следующей неделе лично приедет сюда и отдаст дань памяти и уважения нашему герою. Абхазия помнит своих героев. Страна чтит память тех доблестных воинов, которые защищали ее в самые тяжелые дни. Амелия Сатурян, Науран Кваб, Абаза ТВ. В Сухоми на набережной Диаскуров состоялась генеральная репетиция парада в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. 9 мая мимо памятника неизвестному солдату торжественным маршем пройдут сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-й российской военной базы и российских пограничников. Всего в параде примут участие 400 военных. Минобороны Абхазии будут представлять пять парадных коробок, 7-ю российскую военную базу – две, и один расчет представит пограничное управление ФСБ России в Абхазии. КОНЕЦ Официальная хроника. Вопросы развития сотрудничества между Республикой Абхазии и Удмуртией в экономической, гуманитарной и других областях обсудили президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава Удмуртской республики Александр Соловьев во время встречи в Ижевске. Я хочу поприветствовать вас на нашей земле. Земля наша, территория небольшая, 42 тысячи километров, проживает около более полутора миллионов человек. В основном, я уже говорил вам, что это 70% горожан, 30% это у нас село. Республика наша промышленная и аграрная. Практически сегодня мы по производству молока и мяса находимся в десятке лучших середине субъектов Российской Федерации. Сегодня, после всех тех перепитий, которые были в 90-х годах, мы опять пытаемся выстроить отношения, и очень хотим этих отношений, отношений с Россией. И мы вот сегодня активно встречаемся с руководителями различных субъектов Российской Федерации. Тот договор, который был подписан в 2008 году о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Россией, является основополагающим документом, который позволяет нам работать в направлении как раз-таки развития этого сотрудничества. Я благодарен вам за то, что вы пригласили нас сюда, и я надеюсь и уверен в том, что наши отношения, отношения руководителей позволят выстроить еще тесные и более отношения и наших людей, наших республик. Спасибо вам за приглашение. Сразу после этого состоялась встреча президента Абхазии с членами правительства и депутатами Государственного совета Удмуртии. Кроме того, меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами Абхазии и Удмуртии подписали вице-премьер Дмитрий Сериков и глава Удмуртской республики Александр Соловьев. Уже во второй половине дня делегация Республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимба приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Прошли они в городе Воткинске. Делегацию сопровождали глава Удмуртской республики Александр Соловьев, председатель Госсовета Владимир Невостроев и руководитель администрации, главы и правительства Удмуртской республики Андрей Гальцин. Рауль Хаджимба возложил цветы к памятнику Петру Чайковскому перед Думом-музеем, посетил музей-усадьбу композитора, принял участие в открытии мемориальной доски в честь его крещения в Благовещенском соборе Воткинска. На праздничном сходе у собора, обращаясь к жителям Воткинска с поздравительным словом, президент отметил, что Абхазия и Удмуртия восстанавливают утраченные когда-то связи. Абхазия и Удмуртия сегодня восстанавливают те отношения, которые были утрачены после распада большого государства. Сегодня в преддверии великого праздника, Дня Победы, нам хочется быть всем вместе и одерживать еще большие победы. Вам глубочайший поклон от Абхазии, которая тоже является древнейшей православной страной, по которой прошли Симон Канонин и Андрей Первозванный. Президент Абхазии посадил липовое дерево в аллее, носящее имя великого композитора. Также Рауль Хаджимба и Александр Соловьев пообщались с прессой. Отвечая на вопрос журналиста, не холодно ли в Удмуртии, руководитель страны подчеркнул, что тепло людей Удмуртии согреет любого. Я думаю, что тепло людей, тепло сердец ваших горожан, ваших жителей Удмуртии согреет любого. И я хочу еще раз поздравить вас всех, жителей Удмуртии, жителей Воткинска, с этим замечательным праздником. Этот праздник объединяет нас всех, кто раньше жил в большом советском государстве. Нас разорвать нельзя. Мы хотим этих отношений, и, несомненно, эти отношения будут нарастать. Также делегация Республики Абхазия посетила театрализованное представление по произведениям Петра Ильича Чайковского «Концерт посвящения. Там, где бессильны слова». Президент страны подписал распоряжение о принятии предложений Кабинета министров о подписании договора между Абхазией и Россией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. По достижении договоренности с российской стороной Генеральной прокуратуре поручено подписать от имени Республики указанные документы, разрешив вносить в их проекты изменения, не имеющие принципиального характера. Премьер-министр Абхазии провел выездное рабочее совещание в Управлении капитального строительства с руководителями строительных организаций. Артур Микваби отметил необходимость серьезных реформ во всех структурах управления, включая строительную отрасль. Бизнес-делегация из Германии прибыла в Абхазию по инициативе Торгово-промышленной палаты Республики, встречал ее президент ТПП Геннадий Гагулия. Целью визита немецких гостей является оказание содействия в привлечении инвестиций в Абхазию и развитию торгово-экономических отношений между двумя странами. Согласно запланированной программе, до 10 мая делегация планирует посетить ряд местных производств разных городов и районов Республики, проведет ряд официальных встреч для обсуждения интересующих предложений с целью реализации потенциальных совместных абхазо-немецких проектов. К другим темам. Генеральной прокуратуры Абхазии вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении умышленного убийства двух лиц незаконном пересечении государственной границы, незаконном изготовлении взрывного устройства и незаконном хранении и ношении взрывного устройства. Следственным комитетом России Юсуп Лакаев объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Генеральной прокуратурой России направлено ходатайство в Грузию Абхаза Челакаева для привлечения к уголовной ответственности. Там он осужден к 12 годам лишения свободы. Что касается Исхана Сабанчиева, то он арестован в России и ему предъявлено обвинение в пособничестве в посягательстве на жизнь государственного деятеля и в умышленном убийстве. С 11 по 14 мая в парке имени Баграта Шинкуба в Сухуме будет проходить демонстрация фотографий, фильмов и интервью с первым президентом Абхазии. Причем в каждой из четырех дней будут транслироваться различные видеоматериалы. Организатором мероприятий, приуроченных к 70-летию со дня рождения Владислава Ардзенба, является Комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации. В завершении о погоде. По информации синоптиков, в пятницу в столице Абхазии осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до 21 градуса. Ночью столбик термометра опустится до отметки 11 со знаком плюс. У нас на этом все. Следите за развитием событий вместе с Абхаза ТВ. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok